Роликовые лыжи скользят по асфальту словно по снегу. Профессиональные спортсмены говорят, что они отличаются как по внешнему виду, так и по ощущениям. Например, устроены роликовые лыжи так, что не дают человеку откатиться назад. Различаются они и по ширине самих колес. Александру Табакову 16 лет. Занимается лыжероллерным спортом всего два года, но уже получил первый взрослый разряд. Тренируется, как и все, в секции практически каждый день на единственной предназначенной для этого трассе. Расположена она в мемориальном парке и построена в 2001 году. За долгое время асфальт пришел в негодность. Есть трещины, в которые фактически помещаются колесики от роллеров и если наехать, можно как бы упасть с горки. Очень хорошо. Также иногда здесь идет пласт на пласт, такие как бы небольшие также трещины и не совсем комфортно кататься. Ноги трясутся. Можно неопытному человеку, кто недавно стал на роллеры упасть и повредиться. Идею создать в Рязани лыжероллерную трассу предложил Анатолий Бирюков. Дорога, которую построили 17 лет назад, существует и по сей день. На мемориале здесь у нас есть и лыжная трасса в 5 километров, в которой мы зимой и тренируемся, и соревнуемся. Также здесь 3 километра освещенные трассы. Вот вон они у нас находятся. И 1 километр лыжероллерной трассы. Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам сейчас тренирует подрастающее поколение всего в секции около 60 спортсменов, которые становились призерами областных и всероссийских соревнований. Правда, последние несколько лет упор делается именно на лыжи. По словам Анатолия Бирюкова, из-за того, что трасса с каждым годом становится все хуже, тренироваться на ней опасно. Сами занятия проходят почти каждый день, выходной только в четверг. Тренировки бывают как кроссовые, так и на самих роликовых лыжах. Вот только раньше, по словам спортсменов, с инвентарем занятия проходили куда чаще. Причина все та же. Кататься по лыжероллерной трассе занятие рисковое. Вместе с Екатериной Полтко, призером городских и областных соревнований, наша съемочная группа прошла по обычному маршруту спортсменов. Кочки, трещины и вздутый асфальт все это встретилось на нашем пути. Вот мы на самой трассе, вот какие здесь проблемы? Здесь есть много трещин. Вот одна из них. Самая глубокая, наверное. Она находится практически на середине дороги. Сюда может легко попасть колесико от троллера, и человек упадет, получит травму. Вместе с Екатериной мы насчитали около пяти трещин. Сколько их всего, неизвестно. Если на прямых маршрутах объехать их труда не составляет, то на крутых поворотах справиться уже тяжело. Из-за подобных проблем в соревнованиях по роликовым лыжам Рязань уже несколько лет не выставляла своих спортсменов. Тренироваться практически негде. Однако раньше ребята показывали хорошие результаты. 30 августа 2018 года министр спорта Рязанской области Сергей Крянников сообщил, что вскоре трассу отремонтируют и расширят, а также продлят на километр. К тому же будет установлено дополнительное освещение, а вход оборудуют теплыми раздевалками. Поэтому кто знает, каких успехов в будущем могут добиться эти юные спортсмены.